добрый вечер 21 февраля у нас в студии серферы бездельники медоеды девианты значит кто там еще наши друзья наши враги всех нас смотрят русские боты все заходите к нам на огонек вот кто нам не понравится мы конечно же забаним кто понравится мы поблагодарим поблагодарим запустим запустим в эфир вот если особенно понравится не стесняйтесь писать комментарии донатить значит подписываться на спонс на альфа-медиа на мой канал значит мы традиционно будем радовать вас хорошим контентом вот а вы нас приступами радости и приступами ненависти которые сопровождают наш каждый эфир вот 21 февраля байден прямо сейчас уехал дедушка уехал но он сейчас произносит дедушка байден произносит речь так тут неправильно мне пишут доступ по ссылке поставили кто это этот сейчас я поставлю как бы это настройки трансляции поставил кто-то паша поставил не прямой мне эфир а ты не прямой идет не он поставил доступ по ссылке нет планет они не видят его в этот все странно пишут просто в этом так а ну-ка смотрим открытый доступ против все есть они это другое вот я зашел с мандар всей все видят танцевать не мы видим но вы зрители посылки видят вот я дал посылки как бы там да вот открытый доступ ходит открытый доступ странно чуть жалуйтесь вы все видите или как то не вроде я тебя вижу да короче кривой не кривой я прямой все-таки эфир тыш не надо это у меня измена маленькая измена я вначале эфире придут передам тебе подарок от братьев поселета книжка сказали для романенко на вытасе тут на таймной сама сонев то спасибо братики спасибо за то что шлете свою продукцию вот с удовольствием прочитаю надо надо знать вот свои корни в этом мире тем более дедушка уехал а правила его здесь будут жить не все на анонимный недоброжелатель пишет все в порядке ребят не волнуйтесь короче это это я просто перед перенера перед мне не перенесла просто написал зритель я я решил что лоханулись я предлагаю стартовать на 6 часов не нужно будет вставать уходить значит мы сегодня говорим с анатолием емилианом мы сегодня говорим с олегом хомяком сегодня значит у нас речь путина была байдена речь прямо сейчас в польше я честно не знаю что там скажет говорят что будет историческая речь вот но мы поговорим о пост военном мире сын сценарий послевоенной экономики я вернусь к декабрю прошлого года когда институт презентовал сценарии говоря потом по ним пройдусь ну давай а лето закончил ну на окей я то просто хочу напомнить декабрь прошлого года украинский институт будущего традиционно в конце года готовят я играю роль хорошего или плохого полицейского играешь и у романенко не но ты говорил что я вам слишком мягких тебе может жестче нам как считаешь нужно хорошо да на пихай устроить драку давать в эфире поднимем рейтинг канала сейчас отбросим ноутбук тут все так у меня тут чай горячий осторожно потом уберемся мы презентовали можно найти на сайте украинского института будущего называется доклад самый тяжелый год и в этом докладе мы рассмотрели сценарий послевоенной украины мы на самом деле вернусь к основам будущее есть методология работы с будущим будущего не знает никто она не определено она много сценарно она не линейно а будущее нельзя предсказать но и можно запроектировать и также можно в принципе его изучать будущее она сценарная есть масса сценарий и мы решили смотреть четыре сценария которые находятся на двух растяжках это украина субъект или не субъект и мир стабилен или мир хаотичен на этих растяжках мы получили четыре сценария первый сценарий мы назвали жертва когда украина выигрывает войну но при этом она не обретает субъектности становится игроком не игроком а становится объектом чужой игре нас продолжают играть экономика слабо люди продолжают уезжать а здесь по сути там буфер между европой и развитым миром а второй сценарий где и он находится в сценарии украина не субъект но мир стабилен а сценарий чернобыль это второй сценарий по вероятности реализации где украина не субъект и при этом мир нестабилен когда по вероятности по вероятности да где мир сваливается в хаос украина не субъект мы побеждаем войне но при этом мы начинаем потерпата вид наших внутрешних руками склоков да ну то что в принципе часто у нас было до того как началось вторжение сейчас я думаю украинцы немножечко поменялись вот и здесь мы не просто теряем субъектность мы теряем государственность потому что возникает более жесткая территориально споры и так далее потом третий сценарий который называется игрок это игрок это сценарий реализован в растяжке когда украина является сюжет субъектом в стабильном мире и по сути что такое игрок это игрок в американской команде где америка является глобальным субъектом который определяет политику данного пространства и мы по сути как польша в европе или же как израиль на ближнем востоке или как южная корея в азии становимся полноправным участником команды младшим участником но членом команды который получается бенефит бенефиты которые дает это партнерство тут ключевое мы субъект чего в принципе украине пока не было и четвертый сценарий мы назвали в честь юра романенко угадайте как он называется медоед абсолютно верно мир в хаосе украина субъект и будущий субъектом реализуем свой проект украина но при этом хаотично разваливающийся мир открывает на массу возможностей напомню что украинцы это нации которые 400 последний лет вызывает выживает условия хаоса для нас это привычная среда обитания для мира это ну является коллапсом и здесь этот сценарий для нас принципе в будущем возможен но сейчас приезд байдена в украину очень неожиданный он повысил минимум в два раза вероятность реализации сценария игрок а именно в этом сценарии напомню развивается южная корея южная корея мы неоднократно описывали феномен южной кореи это страна которая была образована в результате условно там соглашение примирение где корея была разделена на две части северная корея это была индустриальная на самом деле часть территории южная корея была аграрная посмотрите на них сегодня благодаря как раз вовлечению американскую игру южная корея напоминаю она не является членом нато но она является специальным союзником америки где расположены американские военные базы и более того америка сыграла ключевую роль в восстановлении развития экономики а южной кореи напомню что в отдельный период времени южная корея получала до 9 процентов ввп помощи то есть это не инвестиции это не кредиты мы сегодня получаем много кредитов а именно помощь для того чтобы экономика развивалась эта помощь была в виде финансов в виде технологий в виде переноса производств и мы сегодня имеем ту южную корею который мы им как раз благодаря как бы американскому американской большой игре израиль в принципе находится также американской игре он не является членом нато не является специальным союзником за пределами нато и финансовая помощь технологическая помощь америки сделала израиль той страной которая она есть кто знает какой у нас в п был поэтому прошлого года 100 долларов 100 100 миллиардов долларов а в п маленького израиля кто помнит сколько 400 это как раз есть причина развития технологий поддержка финансов напомню что железный купол израильский который мы этом хвалим давно хотим получить для украины он был профинансирован американцами они отказались поставлять свои технологии отказались поставлять патриоты но дали ресурс для то чтобы в израиле заработала экосистема экосистема оборонных технологий которая по сути создала еще большую экосистему инноваций науки образования стартапов бизнес инкубаторов и в итоге израиль имеет сегодня компании единороги которые свою продукцию продают по всему миру в данном случае возвращаясь к нашему сценарию сценарий игрок он возможно напомню напомню только тогда когда мы не только на являемся частью команды мы являемся субъектом что такое субъект одним из признаков субъектности является наличие собственного плана и наличие возможностей влиять на других субъектов пока идет война мы видим то количество иностранцев и страна иностранных лидеров которые приехали в украину это признак субъектности то есть они на нас реагируют февраль март прошлого года показал что мы меняем ход мировой истории которую все ожидали все ждали что мы там три-четыре дня не простоим мы держимся уже больше 360 дней и здесь мы имеем признаки субъектности но у нашего субъектности есть ограничение завтра закончится война него плана и нету плана абсолютно верно и это как раз снижает вероятность реализации в этот сценарий а если мы не имеем не будем иметь плана то мы свалимся в сценарий жертвы то есть где мы по сути не субъект но при этом являемся в стабильном мире какую-то роль играем самые вероятны вопрос не только в наличии плана в способности его осуществлять конечно в обеспечении проведения своей воли но мы можем иметь скажем так дееспособные органы но не иметь плана вспоминаем старую поговорку кто-то говорил суньзы стратегия без тактики это типа самый медленный путь победе а тактика без стратегии это там самый быстрый путь поражение что-то такое какой-то каламбур я к чему мы не имеем стратегии мы не имеем организации это кстати то что ты постоянно отстаиваешь что побеждают сильно организованные команды и страны и это создает для нас риски у нас единственная организация которая показывает эффективность это армия да это если кратко поэтому приезд байдена это было знаковое событие которое определяет иную возможную роль которая получит украина на геополитической карте если буду использовать может быть не самую хорошую терминологию если мы не профукаем эти возможности включая оппонента там можно я сразу давай мочи его не смоги не то чтобы мочи просто тут для уточнения вы говорить о том что по вероятности получается так что то что украина станет субъектной не предопределено вообще это боль менее меньшая вероятность чем то что мир погрузится в хаос мир там есть четыре раз понял да получается что украина не субъектно в стабильном мире и украина не не субъектно в нестабильном мире это все-таки более вероятные варианты чем украина является бедная рюля сейчас скажу так наиболее вероятный сценарий украины не субъектно в стабильном мире, на самом деле, к чему провело вторжение Путина в Украину? Понятно, но я спрашивал про иное. Я спрашивал про то, что получается, что то, что Украина становится субъектной, это менее вероятный вообще вариант, чем мир превращается в коллапс. Что для тебя удивительно? Это наша привычная до сегодняшнего дня по сути конструкция. Подожди, он не про мир говорит, он говорит, что здесь хаос внутри страны. Нет, хаос в мире наступит с большей вероятностью, чем Украина станет игроком, я получается. Понимаю так эти сценарии. Не совсем. Это не связанные вещи. Но есть один интересный кейс. На самом деле, события в Украине наверное, немножечко даже стабилизировали мир. Вспомните, до 2022 года под вопросом в принципе было существование Европейского Союза. Под вопрос ставили существование НАТО, его эффективность, готовность защищать. Да ну сейчас под вопросом еще. Сейчас, согласен, под вопросом вопросов стало меньше, потому что появились определенные наметки самоорганизации и повышение эффективности. Не той, которая нужна, но они в принципе. Да, институты координации появились. Да, они появились и при этом роль США тоже выросла, потому что США всегда выполняли роль глобального полицейского, и сейчас, в принципе, приезд главного полицейского тоже является определенным знаком. Я хочу просто резюмировать. Мы говорим про сценарий. Сценариев может быть гораздо больше, но понимание сценариев открывает для нас, по сути, план задачи. Если мы хотим реализовать лучший сценарий, который, ну в данном кейсе сегодня, это сценарий игрок с последующим переходом в сценарий Медоед, то без обретения субъектной роли Украины, без наличия своего плана, без наличия организации, которые способны этот план реализовать, без наличия возможности влиять на других субъектов, это невозможно. А раз мы понимаем, как повысить вероятность этого плана, это уже есть определенный экшн-план, который можно начинать реализовывать. Тем не менее, вы говорите о том, что приезд Байдена резко повысил шанс обрести сценарий игрока, войти в субъектность. В два раза, вы сказали, да? Да, вероятность этого сценария была 15%, сейчас он вырастает примерно до 30%. Но 70% это другие сценарии. Отталкиваешься от чего-то? Экспертная позиция. Экспертное обсуждение. А еще раз, будучи, не знай никто, это абсолютно субъективно. То есть, тебе так кажется? Ну, скажи так, не мне о команде. Ну, по количеству факторов. Не, окей, круто, что повышается такой... Ну, это вопрос веры же, на самом деле. Ты понимаешь, что это не вошли? Это вопрос веры. Да, но тут есть фактор такой. Вот Анатолий говорит, если мы не профукаем, давайте перечислить. Какая вероятность? Что? Не-не-не, уже не давайте, не профукаем. Что нужно сделать, чтобы профукать этот шанс? Я ехал, я хотел с этого начать сегодня. Сейчас в лифте поднимался, читаю новость, пишут с таким пафосом, запретили партию регионов. Вот, сука, запретили. 21 февраля... Это сегодня запретили? Да, уже нет. 21 февраля 2023 год. Они пишут нам, такими большими буквами. Мы, сука, запретили партию регионов. Вот это вот по поводу ли субъектности. По ОПЗЖ, по всей стране, как и в чем любевало, как бы там, да, работает депутаты в местных советах, в Верховной Раде, как бы там, да, те самые, которые с партией регионов, люди шли, побелялись, вот или как сидели. Левочкин попросил перевести из одного комитета в другой. Да, Левочкин, как бы переводится там куда-то, все, нам пишут, партия регионов запрещена. Ну, это о чем? Это просто об имитации, потому что, когда там Рахамия сводится, как бы там защищает Абрамовича, там еще каких-то чуваков, там, да, вот, и нам объясняют, Етьманцев себя пишет на странице, что типа, как хорошо, значит, иметь таких вот людей в стране, что Державники, все остальное, ну, это что? Это ОПЗЖ? Да, ну, да, Абрамович пропустил. Ну, это ОПЗЖ, который Харьковский, не тот Абрамович, который Роман, а тот, который из Харькова. Вот, ну, короче говоря, вот, вот, ну, какие признаки субъектности? Государство, которое в условиях войны с Россией 9 лет, или сколько, 9? Ну, да, 9. 9 лет искореняет, как бы, партию регионов, ну, это о чем вообще? Это о дебилизме. Ну, смотри, тренд хороший, еще 9 лет, ОПЗЖ точно не будет. Да. Скорее всего. Объемлемый. Я хотел бы, хотел бы, это, ключевой вопрос, будет ли Украина через... Это будет создаться ускорение, через 8 лет, или через 9, через 8 лет. Перевыполним наш план. Да. Да. Что еще нужно сделать, чтобы профукать этот шанс, стать игроком? Хорошая постановка вопроса. Ну, во-первых, для начала нужно ни хрена не делать. Класс. Во-вторых, нужно продолжать воровать. Это мы. Это мы. Это не мы, которые в студии, это я системе. В-третьих, это нужно посылать за русским кораблем американских партнеров, что у нас часто делается. Это тоже мы. У нас делается это? Конечно. Как мы это делаем? Ну, мы берем обязательства какие-то, их не выполняем. Да. То что вы говорите? Да. Как это происходит? Ну, а Тимошенко мы сколько снимали? Ему полгода говорили. Кирилла или Юли? Кирилла. Почему тут Юля? Юля уже давно снята. Продолжаем? А что, они говорили снять Тимошенко? Да. А как это? Я не слышал, чтобы они так говорили. Они говорили. Сейчас Татарова. Они Юрий говорили. Сейчас Татарова, не, мне не говорили, ну, про Брилетное. Сейчас Татарова говорят, ну, Возьмина. Почему? А что он такое хотел? Ну, потому что вот такая позиция. Что он плохое, что-то чем-то? Для них, для них, да. А чем он для них плохой? Ну, источник всяких решений. Нехороших? Да. Ну, как они понимают. Вы еще тише говорите, я вас тоже перестану слышать. Ну, ты же подарил книжку про масонов. конечно. А, это они все? Да. Это всемирный заговор. Да, продолжаем дальше. Да, кроме Татарова, еще какие-то есть требования, которые мы игнорируем Украину? Смотри, я говорю о других требованиях. То есть, главное требование, мы сейчас ожидаем от Запада получения помощи на восстановление Украины, но при этом, они прекрасно видят, как работают антикоррупционные органы, их эффективность, они считают их крайне низкой, они видят коррупцию. На самом деле, если мы говорим о западных партнерах, львиная доля преступлений, уже совершенных, она задокументирована. А почему они вскрывают? Я думаю, просто все свое время. Мне очень интересен опыт Южной Кореи, который я постоянно вспоминаю, он просто симптоматичен. То есть, это аграрная страна, которая стала индустриальной. Если посмотреть на ее историю, то там, по-моему, все президенты или прошли через тюрьму, или через тверждение. Почти все, почти все, да, но при этом они находились в американской повестке, и они зависели достаточно глубоко от США. На самом деле, давайте будем честными, наша безопасность, наше выживание как страны сегодня зависит от американских партнеров. Нравится нам это или нет. Толик, кстати, ключевое не то, что они зависели от США, потому что зависит от США куча стран, и раньше зависели от США. А ключевое то, что они имели желание, понимание, как бы... Есть продолжение, потому что они зависели, они хотели меняться. И в итоге, посмотрите на гражданское общество Южной Кореи, которое сегодня достаточно активно. У нас идет война. Мы, в принципе, там формально-неформально договорились во время войны, там власть не критиковать. Наша общая задача победить, потом разбираться у себя дома, наводи порядок. Но если ты задаешь вопросы о том, что нужно еще сделать, чтобы этот шанс профукать, то не думать о будущем, не вести дискурс о будущем, не обсуждать изменения Конституции, не обсуждать общественный договор. Не обсуждать острые проблемы. Да, не обсуждать острые проблемы. Продолжать жить в старой парадигме, продолжать бояться власти, которая, напомню, была создана в Советском Союзе. И сегодня мы имеем те же самые институты, просто с измененными вывесками продолжаем жить в Советском Союзе с названием Украины. Так не бывает. Поэтому это все нужно продолжать делать. А чтобы мы все-таки стали субъектом, нужно в первую очередь осознать, что мы украинцы, мы все одна единая нация, мы являемся совладельцами этой территории, а государственный аппарат это, по сути, наш наемный сервисный орган, которому мы делегируем определенные права, делегируем основные права у нас. И мы делегируем право обороны, безопасность, право на насилие, но при этом сохраняем свое право на защиту наших интересов. И классика это бунты, восстания, если власть, например, перебарщивает. Нам всем принадлежат совместно наши природные ресурсы. Я рассказывал здесь на этом эфире, повторю еще раз, если кто-то не слышал, у меня был опыт работы в Европе, мне приходилось покупать земли и леса, в том числе у компании Икеа. Я впервые для себя открыл механизм управления лесными фондами. Вот кто знает, сколько в Украине есть гектаров лесов? По-моему, я был Гарриев. Статистики есть, такая информация, она не точная. А количество столов деревьев никто не знает. А скандинавские фонды инвентаризировали каждое дерево. У них есть статистика, которая показывает ежегодно прирост кубатуры леса. Соответственно, можно оценить критерии эффективности. У Икеа есть KPI. Мы не вырубаем для производства мебели древесины больше, чем у нас вырастает. Ну, крутой KPI. Вопрос, есть ли там незаконная вырубка? Нету, потому что управляют частники, контролируется каждый квадратный метр через спутники, через датчики, как угодно. Пока у нас этим управляет государство неэффективное, пилят, пока у нас выдаются лицензии, у нас там несколько сотен, если не тысяч спящих лицензий на добычу природных ресурсов. Мы продолжаем импортировать газ, при этом продолжаем хвастаться, что Украина занимает второе место в Европе по запасам газа. Ну, это шизофрения. Мы, сейчас, понятно, война, нефтепродукты импортируем, но при этом у нас большие запасы нефти. Мы сегодня, это уже старая история, но я ее напоминаю, Украина занимает 20% мировых запасов титановых руд, Россия на 86% была зависима от украинского титана для производства калибров подвунных лодок и самолетов. Вот, the fact. Ну, то есть, где наша особенная позиция? То есть, мы продавали сырье, вместо того, чтобы продавать готовые изделия из титана, Боингу, как это все время там сделала Россия. Поэтому отсутствие субъектности, отсутствие формата мысли о своем будущем и роли в мире, умение договариваться, это была там главная проблема, с которой мы жили до февраля 2022 года. Сейчас закончится, когда война, если мы условно понимаем, что она закончится, например, летом этого года, это один из сценариев, который имеет достаточно высокую вероятность реализации, то возникает вопрос, а что дальше? У нас разрушена экономика, у нас разрушены взаимоотношения между государством и бизнесом, потому что бизнес обескровлен, нам не возвращают, не возмещают НДС и, соответственно, мы не имеем институционных ресурсов для развития. Банковские кредиты 25% годовых, инвестиции привлечь негде, судебная система не работает, британских судов нет и все. Поэтому уже сегодня необходимо создавать, вот мы переходим ко второй теме, новую экономическую политику. По сути, нам нужен проект Украина 2.0 с новой экономической политикой, которая будет делать ставку не на гранты, не на деньги восстановления, не на репарации русских, которые мы не получим, важно принять, а на инвестиции. Это будет главным инструментом восстановления украинской экономики. А чтобы мы их привлекли, мы должны ответить на группу других вопросов. Что мы должны сделать, чтобы сюда пришел капитал? В послевоенную страну, в страну, в которой раньше была коррупция, в которой хочет меняться. И тут уже есть там своя цепочка ответов на вопросы, которые, кстати, институт будущего тоже готовят. Он часть презентовал. И я думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы дадим серию презентаций в рамках исследования новой экономической политики Украины, как элемент проекта Украины 2.0, который позволит Украине стать просвестающей страной и привлекать инвестиции. То есть не рассчитывать на гранты, а рассчитывать именно на инвестиционный капитал, который будет в Украине чувствовать себя комфортно. При условии устранения тех вещей, с которых мы начали говорить, что делать не нужно. Вот что интересует меня как бы в этой всей истории. А это нужно кому-то, кто принимает решения в Украине? Кому нужен общественный договор, вот пишет Александр Ре. С кем? С нищим народом. Вместо этого власти другой договор с теми, кто реально дает ей деньги. Ну, смотрите, если в УСББ люди не могут договориться, то кто виноват? Кто виноват, кто доктор, что в УСББ не можете договориться по поводу генератора или по поводу увеличения или уменьшения цены за какую-то отплату, которая идет. Если мы друг с другом не научимся договариваться, то у нас не будет страны. Просто мы находимся, опять-таки, возвращаясь к Нижнонокорее, Институт будущего еще 5 лет назад презентовал первый документ, который назывался «Стратегия экономики Украины» 2030. И мы тогда проанализировали больше 120 стран, факторы, которые позволили стать им успешными. И самые высокие темпы роста экономики показывали в истории страны, которые получили название «Азиатские экономические тигры». И мы выявили 4 основных фактора, которые позволили им быть успешными. Их было гораздо больше, но 4 были основных. Фактор номер один. Внешняя угроза. Практически все страны «Азиатские экономические тигры» стали развиваться в условиях военной угрозы. Почему? Потому что это мощный мобилизирующий фактор. Когда хотим выжить, мы не ругаемся, не срёмся, мы договариваемся. То, что сегодня происходит в Украине. У нас этот фактор не сработал. Сработал. Он не сработал. Мы мощно помогали армии. Посмотри, как у нас терраброны. Я в другом. Ты говоришь о государстве? Давай, я закончу. Не-не, подожди, потому что это важно. Там были концентрации элит. У нас элиты тоже, по крайней мере, сегодня сражены. 8 лет мы проебали, будем называть вещи своими именами. К войне никто не готовился. Год прошёл, государство находится полностью на подсосе от внешней помощи. Укрбаронпром не работает. ВПК не работает. Всё на подсосе западного оружия. Это было 4 фактора. Они были связаны. Фактор номер один. Это внешняя угроза и желание элит объединиться. У нас пока это желание есть, но очень слабое. Фактор номер два. Это административное, ну, по сути, авторитарное управление. В демократии реформы не делались. Посмотрите на все страны азиатские экономические тигры. Сингапур авторитарное правление. Южная Корея, я больше темпы просто показывала с авторитарным правлением. И третий фактор. Контроль над этими авторитарными лидерами со стороны англосаксов. Где-то это были бриты, где-то были американцы. У нас никакого контроля и близко не было. Сейчас он только-только начинает проявляться. Четвертый фактор, это колоссальные деньги англосаксов, которые заливались. Я уже упомянул, Южная Корея, 9% ВВП ежегодно получали в виде помощи. Такую же помощь в меньшем объеме получал и Сингапур, и Тайвань, и так далее. И технологии получали. И Япония, хоть она не подпадает под определение этих тигров, но она также критически зависима была от американских технологий и денег. Она была их союзником. А сейчас мы говорим о чем? В моменте. Сегодня у нас еще нету, наверное, у элит осознанного понимания, что вот завтра ничего не будет. Сколько Ахметов потерял в своем состоянии? Больше половины? Так у него же застрахованы его активы были на сколько я понимаю. Ну что-то застраховано, что-то нет. Вопрос, могут ли взыскать. Потому что страховщики из своих карманов эти деньги не достанут, они их будут взыскивать у России. То же самое касается практически всех бизнесменов Украины. Потеряли практически все. Потребительский рынок упал на 40%. Я просто прошу прощения про Ахметова маленькую оговорочку. Человек же вроде купил сейчас себе яхту за 500 миллионов долларов. Ну да, вот была информация буквально неделю назад, что для Ахметова 500 миллионов евро построили яхту. И ежегодное обслуживание такого судна стоит около 50 миллионов долларов. Ну как бы я не вижу, что у него какие-то проблемы. Вот по этому признаку маленькому. Ну значит он является той частью элит, которая может влиять на будущее страны. Но есть украинский бизнес, который уже неоднократно объединялся и вступал в диалог с властью. Но я к чему? Мы четко понимаем, если мы берем просто как ролевую модель странно-азиатские экономические тигры, тут есть несколько моментов. Первое, наличие внутренних элит, которые должны договориться. Подписчик правильно говорит, народ простой договориться не сможет. Договариваются элиты и подтягивают с собой остальных. Второе, мы в демократии, с одной стороны строим демократическое общество, но с демократией мы сильную экономику не построим. Нам необходимо первые пять лет жесткие трансформации и изменения системы. Вспоминаем Грузию. Грузия бы не стала такой, какой она была там при Миши, если бы не жесткие трансформации, если бы там классическая демократия. Абонирую ФРГ после 49-го года, когда как бы это демократия, абсолютно под влечным управлением по сути находятся, как бы там, да, но тем не менее. Если ты посмотришь, сумасшедшие темпы роста. Какие? Какие были темпы до роста ФРГ? 55-6% в год туда это были очень большие. Это, смотри, это было темпы роста за счет восстановления, это были инфраструктуры. Ну какая разница, они быстро шли. Большие, не, на самом деле смотри, это же называется база сравнения. Когда ты начинаешь сравнивать с низкой базой, у тебя идет большой рост. У Южной Кореи тоже была низкая база. Просто вот тебе два примера. Южная Корея 100 долларов в 1962 году, низкая база вообще еще хуже, чем как бы в Германии. Но в Германии тоже все разрушено было после Второй мировой войны. И тоже стремительный рост, быстро возвращается как бы в ситуацию, когда у нее развитая экономика опять восстанавливается. Ну не так уж быстро. И при этом демократия. Не, она очень быстро восстанавливается. Я цифры приведу, сейчас у меня подопаду. Я тоже с тобой не согласен. Можешь не соглашаться, но опять-таки, наибольший темп роста показывала как раз Южная Корея, страны азиатские экономические тигры, они примерно в полтора-два раза быстрее росли, чем упомянуты тамой ФРБ. Так они в диктатуре еще при этом жили в 40 лет. Я об этом и говорю, что демократия является фактором, хорошим стабилизатором и, скажем так, защитой от злоупотреблений. В то время как авторитарное управление позволяет принимать более быстрые решения. Другое дело, что если у нас попадется авторитарность или управление типа Северной Кореи, можно получить Северную Корею. Поэтому зачем играться с нашими дебилами строить? Наши традиции, это однозначно мы к этому. Однозначно будем иметь дело с дебилами. Давайте возвращаемся к казачеству. Какая модель управления была в казачестве? Ну хорошо, гетьман. Вот. Итак, мы демократически выбирали гетьмана, которому передавали 100% прав на управление, но при этом ему сносили голову. Это тоже была наша традиция. И может быть в этом тоже были наши проблемы. До 8% темпов были. Даже выше. В Германии? Да. А в Корее были выше. Там были выше 11-12%. Ну все равно. Кто хотел, ты в какой стране больше хотел бы жить? В Германии 70-е годы или в Корее 70-е годы? В Корее диктатура, в Германии все хорошо. Хотел бы жить, да? Да нет, уже там были проблемы. В 60-е было, и все. Хиппи. Все в сравнении. Хорошо. И шо, и шо? И шо, и шо? Мы остановились. Ну вот с диктатурой просто, что я думаю, что... Я не говорю за диктатурой, я говорю, что эти страны... Давайте начнем, что у нас и так диктатура есть. По факту. Я слово диктатуру не буду использовать. Авторитарное управление у нас. А у нас централизованное управление. Авторитарное, централизованное управление. Классической демократии у нас нет. Нет. У нас есть контрольный пакет голосов в парламенте, у нас есть контролируемый кабинет министров, и есть центр принятия решений. Да, который контролирует все, смотрите, весь силовой блок, все нормально. Есть ответ на вопрос с военное время. И до военного времени это случилось. Это случилось до военного времени. Начало происходить раньше. Поэтому, возвращаясь к этому тезису, это открывает сумасшедшие возможности для трансформации реформ. Вопрос, мы ими пользуемся или нет? Ну вот я же задал вопрос, а кому-то надо это все внутри страны? Ну хорошо, не кому-то конкретно. Президент Зеленский, окей, ему это надо, есть ли хоть какой-то намек на то, что конкретно ему это хочется? Ну, мне кажется, что хочется. Намек есть. Да, намек есть. Ну мне кажется. Я вот довлютую. Как Юра говорит, это субъективно. Это кажется. На самом деле, если послушать Зеленского, он достаточно озвучивает правильные тезисы. Другое дело, что, как Юра сказал уже, слушай, я третий раз апеллирую к Юре, помимо хороших идей и стратегий, нужно иметь капсати, способности для реализации. И здесь государственный аппарат физически, в том виде, в котором он есть, не позволяет реализовать позитивные трансформации. Нужно его переосмыслять, нужно его пересочинять и пересоздавать по цели задачи, необходимой для цели задачи Украины, а не цели существования госаппарата, который является у нас одним из главных потребителей, перераспределителей бюджета. Ну, смотрите, при этом при всем, было же это очевидно и ранее. Кому? Ну, вообще. Нет, смотри, есть люди, которые это видят, есть люди, которые это не понимают. Но мы видим проблему, в основном тогда, когда оно уже перед лицом встает. Ну, вот смотрите, я просто... У меня есть самый хороший пример. Какое самое эффективное министерство Украины? Ну, наверное, на данный момент я бы сказал, что это цифровая трансформация. Отлично, я знал, что ты скажешь. Почему? Потому что есть результат капецов. Оно было создано с нуля. Это не то министерство, которое тянуло Советского Союза. Оно было создано по цели конкретной задачи. С командой, которая понимает, как эти задачи решить, они показывают результат. Окей, но если бы тот же самый результат дало бы Министерство экономики, я не говорю, ДИЮ. Два года назад мы, как Институт будущего, сделали исследование. Нам было просто интересно. Вообще, а какие еще бывают там виды министерств в разных странах по развитию экономики? И мы презентовали. У нас, в принципе, на сайте Института будущего выложено это исследование по трансформации Минэкономики. Если посмотреть на функционал, когда мы анализировали, тогда было 400 функций у этого министерства. И ни одна из этих функций, оно было называлось Министерством экономического развития и торговли и агросектора. И ни одна из этих функций не была связана с экономическим развитием и стимулированием торговли. И это полный тринденс. Какой-то огромный набор задач, которые они решают, которые не заваливаются просто макулатурой тоннами бумаг. А кто-то в Украине отвечает за развитие экономики. У нас есть, условно, несколько экономических регуляторов. У нас есть Минэкономики, у нас есть Минфин, у нас есть Нацбанк, у нас есть два комитета в парламенте, у которых у каждого своя повестка. Опять-таки, я возвращаюсь к примеру Польши. Польский Сейм в 2013 году утвердил стратегию экономического развития до 2030 года. Каждый новый Кабмин приходит не свое сочиняет, он в рамках этой длинной стратегии, утвержденной Сеймом, готовит пятилетнюю программу, которая в этом же Сейме защищает. И они стейп-бай-стейп развиваются. У нас каждый новый Кабмин приходит со своей программой, а нынешний Кабмин, в принципе, в 2021 году, напомню, утвердил стратегию экономического развития. Парламент ее одобрил. Я боюсь, что у нас парламент даже программу Диуриду не одобрил. Боюсь, что это же были абсолютные формальности. Стратегия готовилась командой. В нее было вовлечено десятка-два бизнес-организаций, ассоциаций, которые участвовали в мозговых штурмах, стратсессе, сборе информации. То есть это был не идеальный документ. Я его один из первых раз критиковал, но я был одним из разработчиков. И могу сказать, это был лучший документ, который за историю Украины был государственно подготовлен. Но без ратификации парламента он, в принципе, не работает, не взлетает. Все. Это вопрос у Украины. Поэтому вернусь к тому, что сейчас делает Украинский институт будущего. Мы готовим новую экономическую политику Украины, у которой будет база для новой экономической стратегии. Мы это делаем совместно с украинским бизнесом. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем или у вас, или на более широкой платформе презентовать и обсуждать уже, какой должна быть Украина после завершения войны. И что будет фактором экономического роста. Потому что административное давление абсолютно не позволяет расти. Мы, по-моему, даже Шурма, замглава Офиса Президента, вчера или позавчера, было какое-то интервью. Он прямо сказал, что мы не верим в то, что 700 миллиардов долларов нам дадут на восстановление. Единственный ресурс для восстановления это инвестиции. И, кстати, это к вопросу, а понимает ли кто-то. Офис Президента уже понимает, что деньги просто так не дадут. А инвестиции являются главным драйвером и ресурсом для того, чтобы экономика развивалась. А раз так, то есть шансы для налоговой реформы, каких-то трансформаций. Но это скорее исключение, чем правило. Как вы будете строить Украину без технических людей? А кто сказал, что без технических людей? Дмитрий Кокошек. Этого никто не утверждал. В принципе, понятие технические люди нужно определить. Сентенцию, что имеется в виду. Я хочу сказать, что наша задача в рамках новой экономической политики создавать стимулы для развития предприятий, экономических систем четвертого технологического уклада. где технологии, технические знания являются базой. Базой создания продуктов, сока добавленной стоимостью. Базой создания сервисов. И без этого никуда. Сергей Осипов, или Осипов, я не знаю, как правильно. У нас эти возможности были в 14 году. Люди не поверят в избелелия, пока люди видят решение. А сроки по людям, фамилии которых всем известны. Абсолютно согласен. У меня к Дмитрию зовут, да? Сергей. Сергей, у вас есть встречный вопрос. Юра, я каждый раз тебя задаю на эфире, еще раз задам. А вопрос номер один. Являетесь ли вы, это ко всем зрителям, членом какой-либо политической партии, представленной в парламенте? 100% людей, которым я задаю во всех аудиториях, не являются. Да или не в парламенте. Да не обязательно в парламенте. Не обязательно в парламенте. Любой политической силы. Ответ 100% нет. Ну, может быть, мне просто с обществами не везло. Вопрос номер два. Те партии, которые шли на выборы в 19-м году, кого из них вы финансировали, поддерживали финансово, донации или что-то еще? Опять-таки 100% людей, нет, 99% говорят, что не поддерживали, а 1% говорили, что поддерживали. И вопрос номер три. Почему вы считаете, что эти люди, членом организаций, которых вы не являетесь, которого никак не поддерживали, вы их никак не контролируете, представляют ваши интересы? Ожидать чего-то, это инфантильная позиция. Здесь старая притча восточная, когда ученики подходят к мастеру и говорят, скажите, достопочтенный мастер, долго ли ждать изменений к лучшему? Если ждать, ответил мастер, то долго. Поэтому в данном случае инфантильную позицию нужно выключать и самим брать на себя ответственность. Объединяться в ОСББ, создавать общественные организации, которые контролируют власть, устраивать, не знаю, контроль местных расходов, областных расходов, городских расходов. Уже через это хотя бы понимать, на что вы можете влиять. И в данном случае, если вы будете просто ждать, что кто-то там принесет на блюдечке какое-то благо, так не бывает. Так никогда не бывает. Если вы ничего не вкладываете, вы ничего не получаете. Так, я документ отвечаю. Вы сказали, что на репарации нам не надо вообще... Денис Долинский пишет, что инвестиций без защиты права собственности не будет. Это правда. Истинная правда. И не просто без защиты права собственности. Без перезагрузки силового аппарата, который занимается вместо защиты бизнеса, по сути, его кошмарингом. Знаю там десяток кейсов наших одноклубников. И понимаю глубоко, что система просто нуждается в коренной перезагрузке. А судебная система еще 2 года назад, 3 года назад в институте будущего презентовал проект, который назывался Киев-Сити. Это аналогия дубайского DIFC, специальная экономическая зона, в которой действует иное правовое регулирование. И британский суд, все резиденты которой с государством спор рассматривают в британском суде, созданном в Украине по британскому праву. Они в печерском суде или каких-то хозяйственных судах, которые контролируются в той самой вертикали, о которой мы уже проговорили. Без этого ни копейки не зайдет. Ни американских денег, ни европейских денег, а даже украинские деньги сюда будет трудно вернуть, если не будет защиты права частной собственности и права интеллектуальной собственности. Начну что-то говорить. Да ладно, я потом спрошу про репарации. Мне интересно, как мы... Ну давай про репарации, не будет никаких репараций. Да я понял, да, а что? А что такое репарация? Давай поговорим про определение. Ну вы имеете ввиду, что это... Репарация уплачивает проекта, которая строена. Да, капитулян. Да, абсолютно верно. То есть просто мы исходим из того, что она себя не признает. Я исхожу из того, что это маловероятно. И мы можем только рассчитывать на компенсацию ущерба, который оценен и подтвержден международными судами за счет России, за счет ареста их активов. Но этот процесс займет годы судов, конечно. Даже те активы, которые сегодня арестованы в разных странах, чтобы их передать Украине, необходимо менять правовую систему. Более того, давайте будем честными и честно себе признаемся, что Россия делает все для того, чтобы оспорить эти аресты. И, соответственно, это тоже затягивает процесс. У нас есть шанс эти деньги получить, но я бы целился на период не ранее полутора-двух лет. И то не все деньги, а там несколько десятков миллиардов долларов потенциально, да. Ущерб нанесенный только инфраструктуре Украины превышает 100-150 миллиардов долларов. Ущерб нанесенный экономике Украины, недополученные выгоды... Это невозможно. Это больше триллиона долларов. Потому что, например, в прошлом году мы потеряли 30% ВВП, это объем несозданного продукта. Если бы он был создан, то в 2023 году на этот продукт создавался уже мультипликативно новый продукт. А так как его не будет, то, в принципе, можно построить модель, которая показывает экономически упущенную выгоду украинской экономики. И цифра до следующего десятилетия будет минимум триллион долларов, мы считали. А сколько стоит потери на человеческой жизни, вообще оценить невозможно. По судам. Вы сказали, в том числе по защите прав инвесторов, это украинские суды, и мы же знаем, как мы видим их преображение. Я проговорил еще раз вернуть, что я не верю, что мы 30 лет реформируем суды, и вот сейчас, завтра их быстро поменяем. Нет. Я считаю, что нужно двигаться конкретными проектами, которые может быть Киевсити. Создание в Киеве специальной экономической зоны, как у нас, например, Диа-Сити, где действует новоправовое налоговое регулирование. Кстати, в Диа-Сити работает налог на выведенный капитал, который, в принципе, Украина хочет внедрить последние 5 лет, и его там боятся внедрять. Так вот, это специальная экономическая зона, в которой действует иное правовое, включая налоговое регулирование, для финансовых институтов. Международных бирж, международных банков, международных страховых финансовых компаний. И там работает британское право. Если я через эту биржу привлекаю финансирование или являюсь клиентом этой институции, я резидент Киевсити. И если ко мне приходят с обысками, с маски шоу, ну, во-первых, они должны получить санкцию в суде. У резидента такой зоны они санкцию должны получить в британском суде. Пусть попробуют. А если получат, сегодня я, защищаясь государством, иду в суд, который контролирует государство. Все, конфликт интересов. Я буду судиться в британском суде, оставивая свои интересы, и тут, мне кажется, государство имеет в разы меньше шансов выиграть. Поэтому это будет менять культуру взаимоотношений государства и бизнеса, и постепенно будет менять культуру в судах. Суды тоже нужно перегрузить максимально. Мы уже там меняли судей, но, знаете, как ложка дегтя портит бочку меда. И мы слышим много коррупционных дел, которые, опять-таки, проявляются. И здесь, я общаюсь с судьями, слышу, что проблема не только в судах, нужна кодификация законодательства. У нас есть, условно, два закона, которые по-разному трактуют одну и ту же норму. Исходя из этого, судья может принять как в эту сторону решения, так и в эту сторону решения. Поэтому кодификация законодательства, обновление судей, запуск для бизнеса и взаимоотношений с государством британских судов, это будет самым быстрым шагом для того, чтобы сюда начали заходить инвестиции и чувствовать себя комфортно. Как вообще это реально запустить с британскими судами? Ну, Астана, Казахстан это запустили. У нас есть четкий алгоритм, как это делать. Для того, чтобы полноценно в ветку власти это было включено, это в том числе требует определенных изменений в Конституции. Есть уже там тексты этих изменений. Было бы воля. Вопрос, мы будем опять ждать чего-то или опять будем менять систему. Казахстан это сделал, Дубай это сделали. Понятно, это страны с, может быть, не самыми демократичными строями. Но, опять-таки, если мы украинцы хотим иметь защиту, мы вместе должны объединиться и за это проголосовать. А не только арбитраж, а хозяйственные споры отдали на откуп? Это хозяйственные споры, они в британском суде, да. А как вот быть цивильно-правовыми? Здесь нужно обновлять суды и здесь можно привести и вспомнить, опять-таки, надо сказать, я не юрист, я мечтал быть юристом, но, слава богу, не стал. Как решил вопрос Сингапур? Сингапур, они как раз у себя взяли британскую юрисдикцию как основную, как систему права. И у них британская верховная палата суда британского была верховной юрисдикцией долгое время. Но что они сделали? Они всех юристов, юридических вузов сделали участниками процесса обновления судов. Каждое решение суда, которое бы принимали там судьи, проходило через экспертизу, ну, то есть, как курсовые работы, как какие-то домашние студенты выявляли решения и пытались найти в них какие-то ошибки. И те, которые находили эти ошибки, их вскрывали, судей жестко наказывали, решения пересматривали. И в течение нескольких лет была создана культура принятия правильных решений. Публичность и прозрачность, наверное, самый простой ответ. И когда судья будет понимать, ну, просто в Сингапуре более жесткая система, судьи получают, могут получать зарплату до миллиона долларов в год. Да, я помню, вы мне сказали. Но в случае коррупции он теряет все активы и теряет жизнь. Там есть смертная казнь за коррупцию. А здесь можно оставить хотя бы там пожизненное заключение плюс потеря всех активов. Включая не только его, но и родственников. Потому что мы прекрасно знаем, как у нас коррупционеры на дядю, тетю, тещу завешивали активы. Это все проверяется. Есть источники происхождения средств. Есть возможность оценить стоимость активов. Кстати, сегодня, насколько я знаю, НЗК уже в таком алгоритме работают. Они смотрят, как живет чиновник и какие у него официальные источники. И уже есть несколько, как называется, претензий или дел, возбужденных по факту несоответствия уровня жизни и доходов. Это тоже должна быть максимально прозрачная история. Если чиновник является нанятым мной сотрудником, а я как гражданин являюсь бенефициаром страны, то я имею право контролировать его жизнь. Он живет за мои деньги. Если он уровень жизни имеет выше, значит, он где-то подворовывает. А его задача доказать, что он не подворовывает. Вот тут должна быть презумпция как раз виновности. Необходимость доказывания, чтобы он не скрывал. Скажите, для чего нужно Министерство культуры? В Чехии его нет, а культура есть. В США нет Министерства образования. Это ты отвечаешь. Нет, я абсолютно согласен. Министерство культуры не нужно абсолютно. Все, что в этой сфере у нас регулируется, оно ни культуры не порождает. Ничего, кроме откатов и воровства. Поэтому мы это все прекрасно понимаем. Поэтому я считаю, что никакого Министерства культуры быть не должно. Министерство образования, оно такое «соу-соу». Потому что у нас же Министерство образования – это одно из ключевых пилистерств, поскольку учителя, осветяние у нас же это ключевой элемент вообще этой государственности, через который выборы проводятся. При этом давайте будем честными. Мы наших детей через нашу систему образования учим прошлому. Сейчас много украинцев, украинок, детей оказались за границей. Они имеют возможность сравнить качество, формат украинского образования международного. Если мы делаем ставку на накачку детей статичными знаниями, то западное образование в тех кейсах, которые я изучал, накачивает детей навыками. То есть они учатся, по сути, жить и быть конкурентными в быстро меняющемся обществе. А наше образование отстает, оно учит прошлому. А если мы детей учим прошлому, кстати, было в прошлом году исследование опубликовано, а 14-летний украинец и 14-летний поляк на год отличаются в развитии, поляк опережая. Как раз за счет системы образования и той социальной среды, в которых это образование реализуется. Поэтому нужно точно обновлять. Александр Чекмарев спрашивает, будет ли отведена металлургия одна из ведущих ролей в послевоенном восстановлении? Будем ли мы модернизировать металлургические предприятия? Мы это кто? В Украине наверняка. Смотрите, я возвращаюсь к вопросу стратегии. Нам важно понимать, что мы хотим развивать. Одна из наших главных ролей, по сути, стать Израилем, Восточной Европы. Страны с высокотехнологическим укладом, но при этом базовая инфраструктура, транспортная, жилая, социальная, она будет нуждаться в строительных материалах, в материалах, которые нужны для стройки. Металл здесь играет важную роль. Второй аспект. Мы должны переходить от сырьевой экономики, где мы экспортируем сырье. 70% украинского сырья, экспорта это сырье. И здесь нам необходимо создавать стимулы, чтобы мы не железную руду экспортировали, а металлургическую продукцию. А вспомните, что у нас было с семочкой. То есть мы, когда запретили или подняли пошлину на экспорт семочки, мы стали лидером по производству подсолнечного масла. С металлургией такая же история, но тут важно, чтобы это не было ущерб бизнесу. Здесь нужна помощь бизнесу. Например, какая-то помощь может быть. Сегодня, чтобы построить металлургический завод, ну это нужно минимум миллиард долларов инвестиций. Опыт, опять-таки, Польши, Чехии, Венгрии показывает, что до 50% капитальных инвестиций может быть профинансировано государством за счет будущих налогов. То есть кооперация владельца активов государства, дешевых длинных ресурсов, грантов дает возможность нам построить сильную экономику. И не только металлургии, но в первую очередь машиностроение. Потому что металлургия это промежуточное звено от руды к созданию высокотехнологической продукции. Наша главная цель это создавать высокотехнологическое машиностроительное оборудование и саму продукцию. Например, то же самое военно-промышленный комплекс, о котором мы говорим. У нас не только руда железная, у нас есть титановая руда, из которой весь мир производят авиационную и космическую технику. А институт будущего, я все время возвращаюсь к институту, 3 года назад презентовал стратегию развития титанового сектора. Который позволил бы при ряде стимулов от государства нам стать ведущим игроком, наверное, в мире. Даже более эффективным и сильным, чем Россия. У них нет этой ресурсной базы. Но прошло 3 года, не произошло ничего. Было создано Минстер Техпром. Мы с ними жестко ругались, потому что они решили создавать государственный какой-то холдинг, куда собирать все активы. Мы знаем, что это ничем не закончилось. Место создания стимулов. Но, к сожалению, маем это еще маем. Поэтому специально я бы не делал ставку на металлургию как факт, но я делал ставку на стимулирование продукции с глубоким переделом. И здесь создавал бы для этого стимулы. Не ограничения, но стимулы. Супер. Ну, 17.59. Я помню, что надо уходить. Доби может быть свободен. Ольга говорит, Люк, спрашивает, а кто, простите, будет это строить? Ольга, расслабьтесь, никто. Поэтому все будет арбально. Все будет арбально, все будет превышно. В говне будем дальше жить, так что не напрягайтесь. Если вы этого хотите, если не хотите, то как из этого выйти, мы это поговорим? Просто это инфентильность, знаете, уже просто надоело. Вы точно не будете это строить, потому что вы и так это не строите. Те, кто хочет строить, тот и будет строить. Вот так это все будет. Хорошо. С вашего позволения я буду. Тенис Денинский написал последний комментарий. Толя, нужен новый договор между властью и обществом. Задача власти создавать условия, а не проблемы. А задача общества создавать им что-то делать. Для того, чтобы был договор, должны быть субъекты. Пока общество не является субъектом, оно будет стоять раком, и никто с ним договариваться не будет. Вот и все. Спасибо. Юра, сегодня злой полицейский. Денис, давай без фантазии. Пока люди не начнут соорганизовываться, не начнут создавать устойчивые структуры, которые долго работают над решением той или иной задачи. Допустим, двор облагородит или волонтерские машины и так далее. Можно поправлю просто. Денис задает вопрос. Если мы посмотрим суть общественного договора, это договор общества с обществом. Мы как граждане вместе друг с другом договариваемся. Государство является исполнителем наших договоренностей, а не субъектом. Но когда мы государство поднимаем до уровня субъекта, по сути мы теряем свою субъектность. Поэтому нам нужно переосмыслить. Самим договориться и нанять то государство, которое нам нужно для реализации наших задач. Все. Я прошу меня отпустить. Традиционно скажи подписаться на мой телеграм, фейсбук и так далее. Да. Подписывайтесь на телеграм-канал Амилина. Кидаю сейчас все. И мы ближайший, думаю, месяц начнем презентовать элементы документа, который мы готовим. Новая экономическая политика Украины. Я думаю, что ваш канал будет один из первых, где будем устраивать дискуссии. Телега Амилина. Вот прямо сейчас кидаю суб. Всем спасибо. Спасибо.